Валерий Павлинович 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 Станция метро. Еще две станции метро. Чемпионат мира. И там еще две станции. Что мы сделали в Совете Федерации? Ну, Валентина Ивановна, вы знаете, она сама была мэром Санкт-Петербурга. Она также эту школу проходила, строительство метро. Для города Санкт-Петербурга это тоже вопрос номер один. Мы трижды проводили совещание с Минфином, с Силуаном. Мы убеждали их, что метро это не только задача региона и города. Это задача федеральная. Потому что логистика сегодня имеет огромное значение. Вот молодой человек спросил, сколько будут ездить. Да гораздо больше будет ездить метро, потому что это будет дешевле, Валерий Павлович сказал. И люди сегодня считают денежку-то свое. А с учетом того, что будет несколько еще станций, это значит новые микрорайоны, новая логистика, новые спортивные комплексы, новые какие-то здания и сооружения, новые торговые комплексы. Поэтому я считаю, что это вот такой новый этап. И именно в этот праздник сегодня все эти учреждения открываются. Ну а метро, знаете, это ностальгия такая. Вот я сейчас иду и читаю. Автозаводская, парк культуры. Ну я думаю, что многие ваши родители учились в Москве, кто-то работал в Москве, тоже помнит. Автозаводская, парк культуры. Ну а Валерий Павлович очень многое сделал в Москве, и я думаю, что это только начало. И соединил станцию Московская с Горьковской. С Горьковской. И я вместе вот со всеми. Со всеми. Ну и, конечно, строители. Поймите, да, это тяжелые работы. Это проектные, это изыскательские. Это сегодня дизайн. Посмотрите, красота. Гордорея Двурелесик, сказал Валерий Павлович. Так все красиво. Ну пусть всегда красиво будет в нашей жизни, и ладно. С праздником. Да, с Федерацией деньги-то на метро. Ну, конечно. Работаем. У нас 11 регионов России, где строится метро. 11. Это не только Нижний Новгород. Спасибо. Спасибо. Поехали. У кого-то упало. Вот.